На улице стало уже совсем темно, и это значит, что настало время поговорить про налобные фонари. И не просто налобные фонари, а новинку от Petzl. Petzl ICO Core. Фонарь очень сильно отличается от всего того, что сейчас есть в линейке Petzl. В нем реализован ряд очень интересных решений, а что самое интересное, весит он всего лишь 79 грамм. Petzl ICO Core оснащен блоком из 7 светодиодов с пиковой мощностью в 500 люмен. Питается от фирменного аккумулятора Core или от трех батареек формата 3А. Огология AirFit сделана из комбинированного пластика. Не впитывает влагу и позволяет быстро и точно настраивать размер прямо на голове. Фонарь выдает два вида луча, широкий и узкий, и имеет три режима мощности светового потока. 6 люмен, 100 люмен и 500 люмен. Поставляется в плоской коробке, внутри которой находится сам фонарь, чехол для переноски, USB кабель и инструкция. Наконец-то, вот прям наконец-то в линейке Petzl появился фонарь с миниатюрным блоком светодиодов. Я реально этого ждал. Маленький, тонкий, очень яркий и, могу сразу сказать, такой же качественный, как и вся продукция Petzl. Мне больше всего нравится, когда конструкция фонаря разделена на две части, блок светодиодов разнесен с батарейным блоком в разные стороны. Для меня это более удобно в плане посадки на голове. Такая развесовка более комфортная, на мой взгляд, опять же таки. И меньше вероятности, когда у тебя спереди большой светодиодный блок с батареями, со всеми кнопками, меньше вероятности зацепиться им о ветке или чиркнуть о какое-то низкое препятствие. Конечно, у разных конструкций есть свои плюсы и минусы, но вот лично для меня по опыту данная конструкция наиболее удобная. И когда я увидел, что новый фонарь от Petzl будет вот именно таким, мне еще больше захотелось его протестировать. Кстати, у меня на канале еще есть обзоры фонарей Petzl, поэтому если еще не видели, то ссылку оставлю в описании к этому видео или в подсказочке. Вся конструкция фонаря это пластик разной плотности и резинка. Выглядит интересно, но до последнего было непонятно, насколько это удобно и ощущение, что покупаешь кота в мешке присутствовало. Но в реальности все сделано очень круто. Регулировка размера на голове происходит практически мгновенно и одним движением. Тянете за резиночку и все, оголовье практически само комфортно обхватывает голову. Затянули очень сильно, можно немного ослабить, нажав на кнопку, а потом еще чуть-чуть подтянуть, подстроив размер. По удобству ношения на голове были определенные сомнения. Все сделано из пластика и непонятно, что от него ждать. На практике приходилось носить фонарь по несколько часов на голове без шапки или платка. И все отлично, нет ощущения, что пластик слишком жесткий и избыточно давит или где-то царапает. Все достаточно комфортно. Легкость тоже прибавляет комфорту. Через полчаса эти 80 грамм, что весит фонарь, на голове перестаешь чувствовать. Особенно если надет на шапку, то вообще становится невесовым. Голова отлично проветривается и если ваше движение очень интенсивное, то пот не будет скапливаться как в фонарях с широкой эластичной лентой. На первый взгляд и по итогам месячной эксплуатации конструкция показала себя довольно прочно. Непонятно, что тут первое сломается и когда, но каких-то явных слабых мест отметить не могу. Возможно, только подвижное крепление диодного блока к оголовью вызывает небольшие сомнения в прочность. Все управление фонарем происходит при помощи одной кнопки, которая находится в нижней части светодиодного блока. Одно нажатие включает фонарь и первый уровень свечения в 6 люмен. Второе нажатие включает второй уровень в 100 люмен. И третье нажатие включает третий уровень в 500 люмен. Если вы уже использовали фонарь на каком-то из определенных уровней свечения, то последующее нажатие не будет переключать фонарь дальше, оно его просто выключит. И для того, чтобы перейти к нужному уровню свечения, опять придется включать фонарь и последовательно переключать до нужного. У фонаря нет памяти последнего режима, и поэтому, чтобы переключить его, к примеру, на 500 люмен, придется всегда нажимать несколько раз, проходя одну и ту же операцию последовательно. Возможно, для кого-то это будет неудобством постоянно перелистывать режимы, но тут ничего не поделаешь. С этим моментом придется смириться. Если удерживать кнопку включения нажатой 5 секунд, то фонарь переходит в режим блокировки от случайных нажатий. Об этом сигнализирует маленький информационный диод с краю светодиодного блока. Этот же диод отвечает за индикацию заряда батареи фонаря при каждом включении и выключении. Он примерно показывает уровень заряда. Зеленый цвет означает, что батарея заряжена более чем на 30%, а красный цвет показывает, что менее чем на 30%. Индикация крайне неточная, но примерно прикинуть, на сколько еще хватает фонаря, можно. Производитель дает нам следующие данные по работе фонаря с фирменным аккумулятором. В режиме 6 люмен фонарь работает до 100 часов. В режиме 100 люмен до 9 часов. В режиме 500 люмен до 2 часов 30 минут. В случае со вторым и третьим режимом, после того, как батарея уже не сможет поддерживать нужную яркость, включится резервный режим, при котором фонарь выдает всего 0,25 люкс. И способен осветить совсем небольшое пространство вокруг себя, до 4 метров. Вытянуть на нем можно до 4 часов, и в сложной ситуации он может хорошо выручить. Все же лучше, чем ничего. Аккумуляторный блок размещен на затылке. Закрыт он достаточно плотной пластиковой крышкой. Внутри него помещается фирменный аккумулятор Core, который заряжается по USB. Или три батарейки формата 3А. Ну и вот тут вот есть небольшая разница. 500 люмен фонарь выдает только с фирменным аккумулятором Core. Если используете батарейки, то пиковая мощность снижается до 350 люмен. Емкость литий-ионного аккумулятора составляет 1250 мАч. Для полной зарядки нужно около 3 часов. На самом аккумуляторе есть диод, который показывает процесс зарядки, и когда он заканчивается, светится зеленым. У фонаря есть специальное транспортировочное положение, в котором он лучше всего помещается в комплектный пакет. И дополнительно страхуется от случайных нажатий. Вот так он защелкивается и сворачивается. В данном положении доступ к кнопке блокируется, и можно перевозить его в чехле, не боясь, что случайно включится и высадит весь заряд до начала ночи. Чехол тоже имеет две функции. Кроме перевозки он может служить еще и рассеивателем, чтобы фонарь можно было использовать для освещения большего пространства по принципу кемпингового фонаря. Пробовал этот вариант, самое сложное оказалось удобно закрепить над тем местом, которое нужно осветить. Но в целом идея хорошая. Чуть не забыл важный момент. После покупки меня сильно смущал механизм регулировки наклона светодиодного блока. Я уже говорил, что возможно это одно из самых слабых мест в фонаре. Хотелось бы, чтобы ход самой головки был более жестким, а фиксация угла была бы более четкая. Опять-таки проблем с ним не было, но по опыту могу сказать, что в условиях густого леса блок светодиодов от веток может загибаться в другую сторону. Проблема не супер явная и пока что непонятно, насколько надежно в длительной перспективе данное соединение. Так что будем смотреть. Очень порадовало и то, что светодиодный блок не нагревается до каких-то лютых значений даже в течение длительного времени работы при максимальном свечении. При этом он тонкий, сделан из пластика, на задней стенке есть небольшие полосы, как у радиатора, для отвода тепла. Конечно, он нагревается, физику никто не отменял, но до очень высоких температур не доходит. У меня есть несколько китайских фонарей, не ноунейм, с хорошими светодиодами. И вот у них есть одинаковая проблема. При свечении на максимальной мощности блок светодиодов очень сильно нагревается. И поэтому у одного фонаря поплавилась защитная линза, а у второго фонаря от температуры деформировалось крепление светодиодного блока. Во время длительной работы материалы просто не выдерживают ту температуру, которую выдает диод. И руками иногда просто невозможно дотронуться даже до светодиодного блока. Поэтому меня порадовало, что в Petzl удалось справиться с большим нагревом светодиодного блока. И это 100% продлит срок службы фонаря его компонентом. По крайней мере от перегрева линза, защищающая светодиоды, она просто-напросто не будет мутнеть. По использованию, по мощности и ширине светового потока фонарь мне очень понравился. Да, в нем нет каких-то передовых технологий, подстройки потока света и чего-то там еще. Он простой, легкий и, как оказалось, очень удобный в использовании, что для меня достаточно важно. И несмотря, что после покупки фонаря у меня были некие сомнения в плане его конструкции и прочности в целом, после месяца эксплуатации не могу сказать ничего плохого. Если вам от фонаря, кроме хорошего освещения, нужна легкость и возможность работы от нескольких источников питания, то ICO CORE точно ваш выбор. Тем более, что, кроме всего прочего, он совместим со всеми касками Petzl. Да, не для всех это будет актуально, но точно знаю людей, для которых это очень важно. Не забудьте посмотреть обзоры на другие фонари Petzl, которые лежат у меня на канале. Также в описании под видео оставлю ссылки на обзоры фонарей All Light. Напишите, что для вас важно в налобных фонарях и какими пользуетесь на тренировках. Обязательно подписывайтесь на канал и ставьте лайки этому видео. С вами был Кирилл Цветков и обзоры спортивной экипировки. Всем бег, пока!